Рябова Анна Кирилловна, но Анна Кай это мое ламутское имя, и вообще я взяла Анна Кай как псевдоним, разделила Анна Кай, разделила и получился псевдоним. Так получилось, что когда-то мне было совсем плохо, я в том смысле, что приболела, и мне тетя сказала взять и поменять. Вот, и конечно я больше отзываюсь на Анну Кай. Анна Кай для меня это родное с детства, поэтому это прям вот мое. И я из города Магадан приехала, там работаю руководителем Центра национальных культур, ГАУК образовательное творческое объединение культуры, и я люблю свою работу, хочу сказать. Мне очень нравится работать, потому что это опять же мое, я могу общаться со своим народом, и с палеазиатами, соседствующими, да, с нами народами, это чукчами, коряками. И естественно, ВСЛ это уже родное, я сама ламутка по национальности, ну так даже в паспорте у меня было в советском. И я хочу сказать вот про Магаданскую область, наверное, именно я сама считаю, что колыбелью эвенской культуры является село Гижига, поселок Эвенск, село Гармонда, это североэвенский муниципальный округ. Там очень много проживает эвенов, самое большое количество эвенов, это именно в Магаданской области, в североэвенском муниципальном округе. И там проживают у нас старейшины, те, которые сохранили традиции до сих пор, сохранили тот же танец Хэйди. Нами любимый, который мы любим все и стараемся сохранить. В Магаданской области проходят такие эвенские праздники, как Бакалдадяг, праздник встречи. Но само слово Бакалдадяг, конечно, указывает на место встречи, а оно у нас всегда на нюкле такое. Я так считаю, что нюкле это неправильно, скорее всего нюлка, потому что мы спрашивали у старейшин, картографы обычно ошибаются. Где-то что-то русифицируют, нюлка, а там у нас как раз утесы, скалы, такие прям скалистые места. И очень красивый берег, где когда-то издревле собирались племена тунгусов на рыбалку, когда подходил лосось. И сейчас до сих пор собираются. Этот Бакалдадяг возродили, и даже якутские эвены к нам приезжали ваши. Это было очень здорово, это был самый лучший, наверное, в моей жизни Бакалдадя, который я помню, и который режиссировал то, что собралось очень много эвенов. Из Саха-Якутии, из Хабаровского края, из Чукотки и Камчатского края. Это было здорово. Было такое единение. И, конечно, мы все вместе танцевали танец Хэйди. Но также у нас проходит Хабдинек. Это праздник солнца нового, нового времени по эвенскому летоисчислению. Одним словом, Новый год. И он проходит в 20-х числах июня. Мы обязательно встречаем его в субботу. Начинаем с пятницы на субботу. В субботу, ранним утром мы уже молимся, молитвы благопожелания, отправляем солнцу благодаримого. И Хабдинек, да, такой сложный праздник, потому что практически сутки мы работаем, методисты и специалисты Центра национальных культур. Но этот праздник волшебный. У нас около более даже двух тысяч приходит горожан на этот праздник и почитают наши обряды, обычаи, несмотря на принадлежность к другому этносу. Вот. Вопросы? Отличие одежды. Отличие одежды. Вы знаете, я смотрю, я очень отличаюсь своим нарядом. У нас очень наряжаются и бисером очень много сильно обшивают. И я хотела бы сказать, и в большинстве случаев кафтан, он из чего-то темного. В данном случае это драб. Ну, раньше же, когда уже пришли казаки и так далее, там уже где-то бывало, что на праздничной одежде уже использовали ткань, так как ткани имелись, их покупали, и бисера уже было достаточно, покупали. Вот именно в селе Гижига, ну и Гармонда тоже, они очень хорошо, красиво обшивают. В большинстве случаев используется и тикакча. Это орнамент лички. Видите, лички. А вот здесь у меня на подоле прям, видите, танец хэди. Это, видите, эвены, вот вместе все взялись за руки и танцуют хэди. Все вместе. Вот. Вот такие орнаменты преобладают в Магаданской области. Везде они. И, естественно, бело-голубой и черный. Ну, есть и с зеленым цветом, но это редкость. Я вот у вас посмотрела, у многих есть вот из Момского, да, улуса с зеленоватым оттенком орнаменты. Но почему-то идти как чай, я только увидела у одной женщины вот здесь, на Донуэпен. Ну вот, да? А здесь у меня гагарычи лапки. Гагарычи у нас тоже священны. Вот этот свой прибор, головной убор, я сама вышивала, сама его разрабатывала сама. Всегда, чтобы все было молодое, цвело, там цветок. И чтобы, да. Вот это украшение, это мне подарили ваше. Вот это, да, да. Так что это точно не мое, вот это мое. И это вот точно отождествляет именно эвенов Магаданской области. Я бы даже сказала прямо конкретно гижигинских эвенов. Да. С чем это связано, может, с морской тематикой луковой? Это нет, это не морская тематика, это личики. Это идти как чай, это узор личики, это вот человеческое лицо. И вот тут тоже, я говорю, это люди. Вот люди вместе, крепко взявшись за руки, танцуют хэди. Этот орнамент отождествляет тоже людей, люди Белла. Цвета именно должны быть такими, да? От цвета в основном преобладают именно такие, да. Про пояс можете еще раз сказать? Я бы хотела сказать, что я прямо, если вот дали бы мне на выбор, то я сама по себе и, наверное, может быть, большинство тунгуса-манжуров, не знаю, вот на голубой падке, как вот падке. Пояс у меня тоже просто в крупном размере идет идти как чай, чтобы это было гармонично, все. Но у меня не хватает серебряных бляшек. Они же должны играть. А тут только у меня колокольчики. Мужской пояс, естественно, да, отличается. Там же он больше там кожей обработал. Ну, поменьше уже вышивки. Да. Торбазики тоже у меня, видите, вышиты, вот. А у вас совсем без подошвы, да? Почему? А, вы имеете в виду, у меня, видите, прямо это нерпича тут. А сейчас прямо по городу так ходила? Я не ходила так по городу, но выходила. У меня там войлочная прослойка, не чижики, а войлочная прослойка там. И я могу выйти, и мне будет тепло. Я слышала, что камусы, а торбазы делают, ну, из годовалых олень. Да, ну, вот этот вот, да, молодой олень. Хотела показать вам это на фотографии. Просто есть еще у меня торбазики, еще же у нас по-явински вот так вот, вот так, вот так прошивается, вот так. И тут бисером прошивается обязательно. Унтани сами. Все бисером там прошивается. Не только здесь, еще вот здесь. Но я могу фотографию вам показать в других торбазиках. А вот мех, из которого животное? А? Вот мех. Мех это норка. Да. Норка же есть у нас. И обязательно украшают. Или тут выдры чуть-чуть, или норки. А орнаменты на обуви может чем-то отличаться в верхней одежде? Ну да, да, могут отличаться. Иногда бывают у нас треугольники такие тоже, да, да. То есть носит оберегающая кара. Да, оберегающая кара. Еще, если сказать о виногижике, здесь обязательно и не носят такой оберег, как жизнь защитить, что ли. Женщины вот именно. Здесь вот прям вышито бисером, вот так вот закрывают. Вот это вообще было неприлично не закрывать раньше. Да. Это надо было закрывать обязательно. А вот узор хеджа именно на подоле должен быть запрошен или нет? Вы знаете, ну, здесь вот на подоле. Потому что я не знаю, потому что, наверное, потому что, как сказать, когда мы изучали, мы все время видели на подоле в основном. Тогда они, видите, стоят. Если мы вышим их тут, то они вот так лежать будут. Правильно? Вот. Есть какие-то узоры, которые применяются именно в какой-то части тела? Не, не знаю. Знаете, подождите, у нас же есть ясал. Узор глаз, да, правильно? Волны и так далее, это все у нас есть, да, вышиваются. Волны, так как мы на Ахатаморье живем. Вот. Именно вот как раз и гижигинцы, вот эти все, они там прям на море живут. В Магадане тоже море, кругом море. Это уже ближе к вам у нас тоже кусок Магаданской области. То есть Магаданская область состоит из части Ахатаморья береговых, да, и из части Колымских, Колыма. Вот. Они ближе к вам, это Средниканцы, Имчанцы. Вот. Красная отделка. А, Илле, да, вот тут вот, конечно, это мы делали так. Тут еще должен быть бисер, и сами понимаете, что тут буквально прям пути, дороги, да, из какого рода. Тут, тут просто вот для, уже такое, как бы сказать, академизированное, наверное. Она чуть-чуть, наверное, с кожей оленей была, да? Это обязательно и сейчас есть. Это просто вот, ну и, кстати, и большинство бабушек так шьет. У нас олени остались только в Северо-Овенском городском округе, и очень мало просто самого материала, из чего шить. Но остались, вот мне нравятся у Акулины Васильевны Апоки. Вот, кстати, вот эти торбазики шила именно она, Акулина Васильевна Апока. У нее прям есть такие прям и меховые дудыка, меховая, и из кожи, ну, летняя, и зимняя, теплая прям. И все расшито, все расшито. Кстати, вот именно она любит вот так вышивать. У вас головной убор скорее праздничный, да? Да, головной убор скорее праздничный, и сама я его это делала. Да. А при повседневном что носит? При повседневном? Ну, бабушки и шапочки носят. И, ну, вообще сейчас редко ходят в национальной одежде, очень редко. Это прям дефицит большой. Его стараются хранить, сохранять. Праздничную одежду редко одевают, и в праздничной одежде уходят в тот мир. Знаете же, вот. И поэтому берегут, все складывают. Знаете, торбазики, вот так торбазик, торбазик, вот все связывают. И вещи все, потому что это надо еще сберечь, потому что вдруг материала больше не будет шить. И шьют же, долго-долго украшают. Там где-то не дошили, потом опять шьют, сидят. Нет материала сейчас. У вас, кстати, очень хорошо сейчас и с Равдугой, да? Да, у нас такого прям богатства нет. Но оленей очень мало осталось, очень. Есть люди, которые занимаются оленеводством? Молодые? Есть? Есть, но я бы не сказала молодые. Наверное, может, чуть помоложе меня и есть в Магаданской области. Именно, опять же, в Северо-Венском городском округе. Это совхоз Ирбычан и еще КФХ Махаянга есть, 5-я бригада. Они сами как бы оформлены, сами на себя работают. И совхоз прям есть. Но там около где-то 8 тысяч, по-моему. Я не хочу соврать, примерно вот так вот всего вместе. Это очень мало. Когда-то в Магаданской области было 127 тысяч стадов. Вот, а сейчас все, и была тофаларская порода хорошая, и ламубская, как и у вас. Мощные были олени. Не так часто делают сейчас, как говорят, когда обогащают стадо-то кровью. Вот у вас закупали же в Якутии олени, но это бывает редко. Это дорогостоящие мероприятия. Обновляют кровь. Но одним словом, я очень переживаю, если уйдут этносберегающие отрасли, как оленеводство, охота и рыболовство, то будет исчезать наша культура, наша духовность. Потому что обычаи, обряды, все связано именно с этими отраслями. Все построено именно там, на том, чтобы стадо сберечь, что бы мы только ни делали, мы все во имя именно того, что нас раньше кормило всегда. Вот тот же олень, да. Все, все. Почему сворачивается, уменьшается? Оленеводство? Все же везде возрождается уже. Ну, я просто хотела бы сказать, что не так, наверное, много уделяют внимания этому. Скорее всего, так. Вы же сами знаете и понимаете, что если при Советском Союзе было, когда боролись с волками, вспомните, как летали вертолеты. И я не помню такого, чтобы там считали деньги, копейки эти. Ну, я считаю это копейки по сравнению с тем, что если исчезнет оленеводство. А сейчас это очень дорогостоящее мероприятие для того, чтобы полететь и отстрелять. Может, где-то не совсем все, да, понимают кто-то. Не все, а вот именно руководство. То есть, одежда с мужей, еще раз, она бывает распашной, да у женской. Да, распашной. У мужчин бывает, знаете, наверное, тоже, скорее всего, переняли, когда пришли сюда. Такой, у палеазиатов она закрытая, как кухлянка. Мехом сюда, и там внутри тоже мех с той стороны. Бывает пыжиком, там и так далее. Тут здесь, если взять воротник такой нагрудный, то расшит меховой мозаикой. Это может быть тут олень вышит, прям олень. Или лиственницы наши. В основном, вот черноборка, это же вот нововведение, такого раньше не было. В основном, этот, не росомаха, это выдра, она очень хорошо переживает сырость выдра. Она же плавает, у нее очень хорошая шерсть. Да, выдра, ну и, конечно, олень у нас везде шел, прям вот в обиходе был. И у эвенов еще леса. Ангелл это не мой, я не могу о нем рассказать. Но это понятно, что обязательно вот здесь запутаются духи. Но у нас еще, помимо с бахромой, бахрома обязательно должна быть. С бахромой еще вот тут вот эти колокольчики. Не тут, а вот тут вот. Вот тут прям среди бахромы.